Всем привет, вы на канале Apollo Games, и мы продолжаем прохождение игры под названием Jurassic World Evolution 2, компания Вашингтон США. Ох, ничего себе, зима! Брахиозавры на снегу чилят. Это особый отдел. Я доктор Дуа, я занималась палеоисследованиями в мире юрского периода. Ну, а сейчас я перешла... К сожалению, не имею права разглашать куда, но многих местных сотрудников я знаю лично. Браконьеры. Всё, что осталось от лагеря. Бездари. И сами погибли из-за своей глупости и обрекли их других. А все трудности свалились на наши плечи. Корнотавры бегают? Нам нужно их обезвредить, давай. Доктор Дуа, динозавры проявляют агрессию. Единственный выход в этой ситуации — обезвредить их. Быстрее, главное — не навредить. Да что ж такое-то? Зачем они эти заборы ломают? Чем они им мешают? В нашей организации есть ключевые сотрудники. Например, я. Но нам нужны и ключевые здания, без которых парк не сможет начать работу. Первым делом построите пункт прибытия, центр управления. И, конечно, резервный генератор, чтобы всё это не осталось без электричества. Я брахи уискал, но что-то их тут нет. По крайней мере, пока что. Так, убираем вот это вот. Это явно предназначалось не для динозавров. Давай хоть на Корнотавра посмотрим, как он там выглядит. Вырубленный он. Какой-то очень странный. Глаза ещё эти закатившиеся. Так, построите и откройте объект, содержащий следующее. Пункт прибытия, центр управления и резервный генератор. Давай. Так, пункт прибытия у нас будет день вот здесь вот. В самом углу. Что он, в принципе, почти не нужен. Так, центр управления у нас вот здесь. Так, резервный генератор. И, наверное, сразу поставим оперативный центр, команда рейнджеров, чтобы была все дела. Так, вот как-то вот так вот, да? Отлично. Теперь это всё присоединить дорогой нужно. Скажу, не без предвзятости, очень неплохо. Думаю, сам бы я справился не хуже. Ещё нам понадобится оперативный центр. Ваша задача его построить, причём оперативно. Поняли шутку, да? Центр оперативный? Построить оперативно. Ладно, могло быть и хуже. Так, Карнтауэр, разместите этих особей в надёжном загоне и убедитесь, что они в сознании. Нужно, чтобы динозавры перебрались в новые загоны. Те, которых мы поймали? Ну да. Их не нужно усыплять и пугать. В смысле не нужно усыплять и пугать? Они уже усыплены? Что? Так, ну давай, строить где-то вот так вот. И вот тут. Насколько нам позволяют это сделать. А насколько большой загон для них нужен? Ну, я думаю, вот здесь можно уже закончить. Так. И вот так вот. Слишком близко к особям. Ладно, давай я тогда сначала перевезу их сюда. Подбираю актив. Ладно, пока что закончим тогда вот так вот. Попозже переделаю. Так, и сразу водичка им нужна, все дела. Да? Радиус побольше. Блин, как странно это выглядит. Лес, снег и, типа, озеро какое-то. Ну, деревья я, конечно же, уберу. Начитай перевозка актива. Да и снег, наверное, да? Сделаем какую-нибудь другую. Вот. Почву. Что это? Снег, камень, трава, земля. Снег, песок. Какой-то другой снег. Ну, давай землю сделаем. Хотя бы. Так вот. Уже получше выглядит, мне кажется. Так, ну, лес тоже, мне кажется, слишком густой. Так, вот тут уже можно всякие деревья понаставить. Это не то, что Аризона, а это пустынная, где эти елки вообще никак не смотрятся. Так, что у нас тут? Ну, хорошо выглядит Карнатаврик. Да. Так. Что им еще тут нужно? Ворота поставить. Точно, точно. Чтоб заехать сюда. Ну, и сейчас посмотрим. Требуется проверка состояния. Поехали сразу выяснять, что им там нужно. Обеспечьте этим особям уровень комфорта не ниже восьмидесяти процентов. Сидит. Проверка завершена. А если б я тебе на хвост наехал? Ну-ка, интересно, в него можно врезаться? В первой части нельзя было. На хвост наехать могу? Да, я могу прям по хвосту кататься. А ему вообще как-то плевать. Нет, нет. Он сагрестировал. Он бежит за мной. Черт. Ты мне только команду рейнджеров тут не ломай. Офигеть, ну вот это круто. Меня бесило то, что постоянно... Блин. Сейчас сожрут меня. В первой части нельзя было вообще подъезжать к динозаврам. Там типа невидимой стены что-то было. А тут они исправили. Так, все. Так вот. Блин, как удобно. Сразу выезжаешь и заезжаешь сюда. Что у них там? Отсутствует добыча. То есть они за козочками охотятся? Так, что им еще тут нужно? Песок. А ну вот как раз кстати. Там где вода? Сделаем песок. Вот тут он был. Да. Ничего не изменилось. Чувствуешь, да? То есть земля точно так же выглядела, как песок. Ну-ка, если я приближу. Я хотя бы буду видеть. Ладно. Видно песок. Ну-ка, землю. Это очень важно. Да, есть различия. Отлично. Так, добыча. Сейчас сделаем козочек. Где-нибудь вот здесь вот. Ну и на козочек обязательно нужно посмотреть. В первой части мы ими очень много любовались. Но это весело. Надо посмотреть, как он ее поймает. Ай, песка все еще не хватает. Сейчас сделаем побольше. Зачем вообще карнотавру песок? Что за дичь? Ну вот так вот сойдет. Да, все. Удовлетворены. Этот уже стал альфой. Убедитесь, что этих особей видно со следовательской смотровой галереи. Сейчас сделаем. Ну вот так вот, я думаю, отлично будет просто. Так, я боюсь пропустить охоту на козу. Он погнал, погнал козу. Ох, е-мое. Мощно, мощно. Он ее пнул сначала рогами. Она полетела, он ее подхватил за ногу и съел. Ну, блин, не успел приблизить камеру, но я надеюсь, вы заметили это. Очень круто. Так. Ну, все. Здесь держали опасных животных. Все так, мистер Финч. Мы знаем, где они были раньше. А теперь, мистер Грейди, надо узнать, где они сейчас. Думаю, они побежали туда. Да, уж я этих динозавров знаю. Говорите, знаете динозавров, мистер Грейди? Лучше, чем кто-либо. Других может быть, а этих даже не видели. Вам все же придется мне в этом довериться. А может быть, я лучше на вертолете поеду ее искать? По-моему, довольно обнадеживающе. Но пока лучше особо не надеяться. Он оленьку какую-то убил. Прямо по следам едем. Вот, это примерно то, о чем я говорил. Слышно о том, что нам туда. Ну, типа, это круто, когда сам отлавливаешь. А не просто посылаешь вертолет куда-то. Так, что? Это кто? Это Галимим. А Галимим нам нужен? Видимо, нет. В первой части нам не нужны были Галимимы. Ну, точнее, в первой компании. В первой серии. Тут нам тоже не нужны... Ну, это крупный полтоядный. Динозавр, можно думать что угодно, но деликатность не их конек. Везде свой след оставят. Прямо как мой знакомый. Уж не доктор ли Малкольм? Помню такого. Вот уж самовлюбленный тип. Хм... По сравнению и с кем? Ну, есть тут один эксперт по зоопсихологии. Классный парень, обаятельный. А главное, скромный. Драйк отдыхает. О, это Аллазавр. Ничего себе. Кажется, мы уже близко. А как они узнали? Почему постоянно эту дверь... Ха-ха, и в первой части. В первой серии Боговалова. Второй багует. Что с ней не так? Но это игровой баг, точно. Как они узнали по деревяшке этой, что это именно Аллазавр? Мне вот что интересно. Так, там вертолет, видимо, уже нашел. А трайки спокойно живут. Галли мимо бегают. Всем плевать. Главное быть готовыми ко всему. Ко всему, да. По-любому Аллазавр на нас кинется, скорее всего. По-любому, скорее всего. Так, что, еще одна тушка? Да. Засада! Спешите, но не бегите! Они начнут преследовать! Вперед! Ну! Оуэн, ты как, живой? Что происходит? Позже, я занят. Скажи, что у тебя все под контролем. Мне что, соврать? Да, если это меня успокоит. Я тут с ума схожу. Мы все уладим. Вертолет готов ко взлету. Экифаж попытается обезвредить животное с воздуха. Что? Попытается? Обезвредит, доктор Дуа. Иначе сожрут и Грейди и остальных. Нет, не говорите так. Вы что, не верите в наших людей? Мне что, желаю? Да, и они не зря это делают, потому что я промахнулся всем, чем можно. Да что ж такое-то? Что-то у меня сегодня меткость вообще никакая. Все вырубил, наконец-то. Фух. Куда-нибудь вот сюда, потому что я думаю, загон мы воткнем прям где-нибудь. Да. Вот так вот. Блин. Или оставить место вот здесь вот. Даже не знаю. Хотя для чего нам там место? Да. Думаю, просто вот так вот сделаем. Ну и тут по краю. Похоже, что у нас в этой компании толком никто их жить не будет. Хотя подожди, там брахиозавры остались. Но для брахио по-любому огромный загон нужен. Да. Это сто процентов. А травоядные виды? Что насчет них? Пускай себе остаются на воле, но главное, чтобы подальше от цивилизации. Они выживут без нашего вмешательства, да? Пожалуй, да. Но нужно дать им приспособиться. Думаю, нам всем придется приспособиться к тому, что по нашей планете разгуливают динозавры. Кто это говорит? Вы или правительство? Клэр, я и есть правительство. Самое главное, чтобы он сразу на нас не кинулся. Так, где ты там? Ага. Отсутствует лес, нераспознанное заболевание. Вот оно что. Так, едьте обратно, я хочу посмотреть на него. Ну, прикольный, прикольный. Побитый какой-то, правда. А, у него здоровья мало. Транспорт в опасности. И сел сразу. Стукнул и сел. Так, ладно. Давай смотреть, что с ним тут делать. Пока что нам не говорят его лечить. Так, лес. Так вот. Достаточно? Отсутствует добыча. Еще добыча ему нужна. Ну и все. Так, ну подожди. Исследовательский центр у нас какой-нибудь есть. Палеомедицинский. Мобильная ветеринарная служба занимается диагностикой и лечением заболеваний. Вот. Ох, ничего себе тут все замело. Чтобы оценить, в каком состоянии находится динозавр, мне понадобится палеомедицинский центр. В этом здании мы сможем провести тщательный медосмотр. Необходимо выяснить, что произошло, и не допускать подобного в будущем. А что получается? Делай песок. Не делай песок. Неважно, снегом все заметет. Ну-ка, корнотавры. Ага, требуется проверка состояния. Так, как там делали мы вот эту вот штуку? Пострейнджеров. Во. Иногда, чтобы решить задачу, нужен свежий взгляд. Давайте наймем ученых, чтобы они осмотрели животных и поставили диагноз. Только убедите, что кандидаты обладают опытом в ветеринарном деле и смогут провести медосмотр. С нетерпением жду результатов. Так. Наймите ученых, чтобы их общий навык. Один из трех благополучия составил три. Я уже забыл, как это делать. В центре управления. Да, вот. Так. Один ученый у нас есть. Благополучие. А у кого-нибудь благополучия побольше есть тут? Ну, давай. Альтруизм. Зарплата на 50% ниже. Ну, это, конечно, возьмем. По указанию доктора Дуа мы наняли новых ученых. Думаю, с медосмотром и диагнозом проблем не возникнет. Надеюсь, мы узнаем, что пошло не так. Знаешь, что я усвоил? Эти динозавры такие непредсказуемые. Совсем как люди. Только зубы у них еще больше. Да. Надо будет за ней приглядывать. Ага. Ты о ком? О докторе Дуа? Да. Она сейчас работает в ЦРУ. Чтобы ты знала, я и сам сейчас провожу разведывательную операцию. В наших с тобой интересах. А ты проницательней, чем хочешь казаться. Да, и умней. В случае тяжелой травмы особь придется отправить на лечение в палеомедицинский центр. У Аллазавра там ножка сломана. Ее нужно будет довести непосредственно до центра. Когда особь окажется в палеомедицинском центре, вы сможете назнатить ученых для лечения травмы. Динозавра придется усмирить. Желательно транквилизатором, но... Тут уж вы сами решайте. Че-то он слишком бодро бегает для перелома. Так. Машину лучше выводить, потому что, смотри. Эту машину до сих пор пинают. Она вся там уже развалилась. Так, ладно, обезвредите особь. Хорошо. Где у нас? Вот вертолет. Так, давай сюда. Мне еще нужно рейнджеров назначить. Необходим ремонт. А, все, они назначены. Ну вот, блин, вот о чем я и говорил. Они постоянно сейчас будут ездить, получается, и постоянно люлей отхватывать от этих карнатауров. Да. Так. Итак, динозавра мы на какое-то время усмирили. Пора отвезти его в палеомедицинский центр. Там наши ветеринары снова поставят его на ноги. Кто займется лечением, да? Ну, альтруист. А, оба должны, чтобы троечка выходила по требованиям. Ну, окей. Принимаю запрос на сбор активов. Так, лечись. Что у него тут еще? Тяжелый перелом. Причина нападения на ограждение. А, то есть они будут ломать ноги, если... Будут нападать на ограждение? Ну, или не только ноги. Это тоже прикольно сделано. А то, помнишь, мы наблюдали, как Рекс бьется башкой. А, бетонное ограждение, которое офигеть какой толщиной. Я не знаю, что там с его головой, конечно. Может быть, у него очень такой, как бы, толстый тоже череп, как и ограждение. Но, мне кажется, как минимум, далеко не все динозавры умеют так делать, как это показано здесь. Ну, то есть, умеют делать... Зачем землю пьешь? Умеют делать без последствий. Так. Можно начинать лечение. О, улучшения появились какие-то. Так, защита от буря. Пока что это нельзя поставить. Так, внешний вид. Тоже пока что не открыт. Блин. Забыл по части скинов посмотреть, почему они мне не открылись. Ну, да ладно. Следующей серии сделаю. Оббрызгивают его каким-то средством. Может быть, обеззараживают. Скорее всего. Лечение завершено. Можно перевозить. Они все это время его оббрызгивали. Так, как его перевести? Тап-просмотр. Пациенту в первую очередь нужен покой. Где-нибудь в тихом, уютном месте. Так и есть, по себе знаю. И для динозавров это работает. Вы совершенно правы. От моей бывшей я такого не слышал. Хм. Так о чем это я? Животное надо перевести в надежный загон и обеспечить ему все условия. Будьте добры. Займитесь. Так. Ну, смотровую галерею я уже здесь поставил. Сейчас перевезут. Он до сих пор в ранах. То есть, порезы все эти не прошли. Но, может быть, попозже пройдет. Доставка выключена. Бамс, сразу очухался. Здоровье 100%. Но раны все еще есть. Так, ну 15 секунд. Пусть побегает тут. Полученное достижение Вашингтон. Готов. Это все, что ли? Компанию прошел вторую. Погоди. Да, все пропало. Задание выполнено, Вашингтон. Ничего себе. Мы старались, чтобы динозаврам в лесу жилось хорошо. Сначала я думала, что это к лучшему. Но мы поняли, что лес составляет одну пятую территории Соединенных Штатов Америки. А в Канаде еще больше, почти 40%. Вместе с Департаментом Охраны Природы и ЦРУ мы добились того, что динозаврам хорошо. Прямо. Как. В лесу. Искренне надеюсь, наше руководство понимает, что делает. Потому что динозавры точно понимают. Прикольно. Я надеюсь, компаний много. Следующая Пенсильвания будет. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.